Я хочу прочитать вам рассказ из книги, которая еще не вышла, поэтому я буду читать с компьютера. Книга должна выйти в конце марта этого года в московском издательстве «Самокат». Книгу проиллюстрировал замечательный художник Егор Ёжиков, это псевдоним. Книга будет называться «Синий слон или девочка, которая разговаривала с облаками». Вот я сейчас прочитаю как раз рассказ, по которому названа книжка. «Синий слон или девочка, которая разговаривала с облаками». Невысокая, лет 7-8, с серыми глазами. Девочка как девочка, единственное, что дружила с облаками. Конечно, с детьми она тоже дружила, но лучше у нее получалось с облаками. «Вон слон», — говорила девочка, «синий». По небу плыл синий слон без ног. «А ноги?» — кричала девочка. «Я подогнул», — отвечал слон. «Вот, теперь три ноги скреблись по крыше соседнего желтого дома с булочной, куда девочка каждый день ходила с авоськой за хлебом». «Ты помнишь?» — вздыхал слон. «Завтра у меня день рождения». «Да помню, помню», — размахивала авоська девочка и ждала, когда красного человечка на светофор из сменен зеленый. «А у меня ни друзей, ни подарков», — вздыхал слон, и первые капли дождя падали на асфальт. «Вот, вот и вот», — кричала девочка. «И в небе рядом со слоном уже плыли жираф с пяти ногами и тремя горбами, розовый бегемот и синий мартышка. А подарки? Я сейчас куплю хлеба, а себе с допкой с изюмом». «Мне мама на нее деньги дала», — кричала девочка и распахивала дверь булочной. «И поделюсь. Жди». «Подожду», — кивал слон. «Но ты побыстрее». «Ведь не всем же так везет, что у них много друзей, да еще и своя собака или кот», — думала девочка, стараясь наступать след за мальчиком, который на поводке вел настоящую живую собаку. «Семья девочки жила в маленькой квартире. Так что никаких собак, кошек и крокодилов», — вспомнила девочка слова матери. «Мы тут сами, как кильки в банке». «Про крокодилов и кильки мне понравилось», — пролаяли сверху. «Ой!» — девочка задрала голову и увидела веселую мохнатую собаку с шестью лапами и слоновьей головой. И за ней неслась стайка серебристых облачков килик, и следом, сождвинутой пастью, их догонял огромный двухголовый крокодил. «Аф!» — раздвинула слоновья рот собака. «Аф-аф-аф!» — и заглотила всех разом. «Ничего себе!» — сказала девочка. «Какая? Нравлюсь?» — наклонилась к ней собака облако и лизнула прохладным мокрым языком, как у всех собак. «Ага!» — сказала девочка. «Теперь я твоя!» — пролаяла собака. «Правда здорово?» «Ага!» — сказала девочка. «А мама?» — вздохнули слон, жираф, бегемот и мартышка. А в собачьем животе кильки и крокодил. «А мама?» — как-нибудь обойдется, пролая собака, я неприхотливая. И собака слоновья голова поплыла следом. Когда девочка вошла в квартиру, облако собак уже лежало на подоконнике, свернуло с калачем и спало. Девочка открыла окно, погладила собаку, та снова лизнула ее прохладным млажным языком, как у всех благодарных собак, кивнула и заснула. Так у девочки появилась своя собака. Перед школой девочка вместе с цветами поливала заодно и собаку из лейки, чтобы не пересохла. Собаке это нравилось. Белая шерсть лоснилась. Собака била хвостом к подоконнику и зевала, как делают все собаки, когда хотят сказать больше, чем могут. «Надь! А может, хватит дурачиться и подоконник из лейки поливать?» — крикнула из кухни мама. «И каша остыла, и в школу опоздаешь». «Ем-ем!» — крикнула девочка и незаметно выставила тарелку с кашей на собаке. «На! Вкусно!» — в школу чапкала собака. «Опаздываешь?» — ага! — вздохнула девочка и поставила вырезанную тарелку на стол. «Всегда бы так!» — удивилась мама. «Беги!» — девочка схватила портфель и выскочила на улицу. «В школу!» — загудел с неба облако слон. «Опаздываешь?» — ага! — кивнула девочка. «Это вот та твоя школа!» — прогудел слон и тыкнул облачным хоботом парикмахерскую. «Нет!» — завопила девочка. «Это!» — слон зацепился хвостом и теперь раскачивался на каланче пожарной части. «Нет!» — покатывалась девочка. «Да вон, через дорогу, красный кирпичный дом. Второй «Б» видишь? За окном с геранью моя парта. «Да знаю!» — слон спустил с неба хобот и посадил девочку на спину. «Просто забыл!» — лезь!» — мы мигом. Сделал шаг, открыл спингалет и просунул в окно хобот. «Давай!» — девочка, как по горке, скатилась по хоботам в школьное окно. «Жик!» — шмакина стучала по столу учительницы. «Опять за свои фокусы, да? А ну, слезь в подоконник, что ты там делаешь?» «Уже урок начался». Когда девочка вышла из школы, слон висел слева над гаражами. «Домой?» — спросил слон. «Домой!» — вздохнула девочка. «Уроков задали море. До конца жизни не переделать». «А может, в Африку?» — предложил слон. «Там мой друг, ученый павиан. Ужас грамотный. Он твои уроки и два счета переделает». «И потом я по Африке соскучился». «Я согласна», — сказала девочка. «Только по Африку мы еще не проходили». Слон подсадил девочку и оба поплыла. Сначала слон стал самолетом. И самолет покружил над большим городом, где жила девочка. И потом низко-низко на деревне ее бабушка, где девочка родилась и приезжала погостить на лето. Бабка возилась в огороде. Бабушка кричала девочкой и махала. «Я тут, на слоне!» — «Господи, Надя!» — всплеснула руками бабка и вздрала голову. Стоит щурится от солнца, словно увидела, что в небе. «Почудилась, что ли, старая?» — вздохнула бабка. «Движу-ка я сегодня на дюхе кофту». И склонилась над грядками. Над морем облако стало лодкой. И девочка замирала от ужаса и счастья, когда лодка взлетала и проваливалась в волнах. Потом большой золотой рыбой. И тогда девочка набирала побольше воздуха. Хваталась за жабры, и они ныряли с рыбой на самое морское дно, где ползали гигантские лангусты и плавали рыбины с жуткими выпученными глазами. Вот и Африка. Розовые бегемоты в болоте, мартышки на пальмах и ученый Павиан в очках, как у директора школы Петра Юграповича. «Уроки?» — кинул Павиан на портфель. «Во как набит! Кидай!» «Уроки!» — вздохнула девочка, кинула портфель. «Море!» «Готово!» — сказал Павиан. «Можешь и не открывать. Но на хинди сойдет, я русского не знаю. Лови банан». «Сойдет!» — сказала девочка и стал чистить банан. «У меня тоже по-русскому тройка с натяжкой». Потом они сходили в гости к приятелю слона, доброму крокодилу Джимми. И Джимми разгрыз для девочки огромный кокосовый орех. И на бис съел трех охотников за крокодиловой кожей для сумок. И рыдал потом крокодиловыми слезами минут пять, а то и шесть. Потом выпрынул ружья. «Охотники!» — таращилась девочка. «Какие мы жалостливы и хуже крокодилов!» Добрый Томми нехотя одного за другим выпрынул охотников, и те опромте убросились в рассыпную. Стемнело. «Поздно!» — сказала девочка. «Мама ругаться будет!» И вскарабкалась на слона. «А портфель!» — крикнула обезьяна и кинула ей портфель. «Без ошибок?» — спросила девочка. «Да уж не беспокойся!» — обиделся Павиан. «Я еще по-французски и на немецком языке написал, на всякий случай». И облако с девочкой поплыло обратно. «А в Антарктиду можешь?» — спросила девочка, когда облако слон спустилось на пустыре за домом. «Нам про Антарктиду вчера на уроке рассказывали». «В Антарктиду?» — это без меня. Слон покрутил головой. «Это вон, белый медведь. Над желтым зданием детского сада висел огромный белый медведь с ушами, как у зайца до облаков. Медведь лоскимой крутил ушами, как пропеллером. «Завтра после школы!» — строго сказала девочка. «Заметана!» — кивнула медведь. «Я как часы!» «А ведь нам и про пустыню рассказывали!» — вспомнила девочка. Из-за пальмы выпал трехгорбой шестиногий верблюд. «В пустыню?» — спросила девочка. «Угу!» — кивнула верблюд. «На послезавтра?» «Да, только у нас учительница по пению заболела». «Раньше заскочим!» «В половине первого!» «Не опаздывай!» «Я как часы!» — верблюд наклонился и начал объедать куст сирени у забора. «Ты что?» — покрутила девочка пальцем у виска. «С ума сошел? Тебе же за такие дела?» «Вон, бабки у подъезда головы оторвут». «А они что, тоже сирень любят?» — удивилась верблюд. «Она же горькая!» «Нет!» — вздохнула девочка. «Они только нюхают». «Ничего себе!» — вздохнул верблюд. «Я бы с голоду умер одним запахом питаться». «В Антарктиде?» — хорошо. «Айсберги, белые медведи, пингвины по-английски говорят. Полярники молчат, и лед для чая топит. Девочке понравилось. Пустыне девочке не очень понравилось. Пустовато и песчаные бури. «Господи, ну как это?» — удивлялась вечером мама девочки. «Ну вот где ты этой пыли понахваталась?» «И песок из всех карманов сыплется». «Вот хоть вешай тебя на бельевую веревку, на защепки и мухобыкой вытрясай». «А вчера пришла?» «Ну вот откуда?» «Вся трясешься от холода, как суслик. Только что сосульки на ушах не висят». «А позавчера вся мокрая, как Зюзя. И одежда в кокосовой шелухе. Все, иди в ванну. И только не надо мне ничего рассказывать». И так голова раскалывается. «Вот если охота, вечером папе головой морочит. Он это любит. Весь в тебя». Вот такая ты была девочка. Девочка как девочка. И как все девочки, она росла и все меньше смотрела на облака, а все больше под ноги. И как-то сдрала голову. А там на небе одна белая вата и пусто. И вообще выяснилось, что из девочки неожиданно получаются девушки, потом женщины, а потом даже бабушки, в которых дети повырастали и поразъехались. А внуки навещают, но редко. Еще эти бабушки болеют. Еще у нее над кроватью появился список, чтобы со слепо долго не искать телефоны родных, друзей и знакомых. И когда приходило очередное печальное известие, она просто вычеркивала имя. И все. Жизнь есть жизнь. Но, как ни странно, старуха все равно ощущала себя девочкой. И в разговоре со сверстницами, они друг друга так и называли, девочки. И как-то раз старуха пришла в гости к своей школьной подруге Вере на день рождения. Сидели долго на кухне, вспоминали. Вер помешала чай в чашке. А ведь день за днем и высыпалась в нашей жизни подруга, как песок из ладоней. На, топ-то отбилла ей сахарницу. Подсласти чаек, как у всех, подруга. Чем мы другие? А помнишь, как ты девочкой с облаками разговаривала? Другие смеялись, а я так завидовала, особенно синему слону. На, вот, подарочек тебе. И сняла с холодильника маленький стикер на магнитике. Дональд Дак на розовом облаке. Нравится? Нравится, сказала старуха. Взяла магнит и отчего-то заплакала. Вот, теперь собираю, вздохнула подруга. Внуки, когда изредка навещают, приносят. Утенок ей понравился. Когда шла домой, достала из кармана потешной, сидит на розовом облаке, болтает ногами. А в пятницу пришла старуха в магазин, смотрит, а над аптекой розовое облако. На нем утенок Дональд Дак. Утенок улыбается и машет ей огромной четырехпалой пролоновой лапой. Она махнула в ответ. Чего это я, дура старая, одернула себя старуха. Неловко оглянулась, сунула руку в карман, как чужую. А третьего дня села на скамейку передохнуть. Видит девочка рядом, ногами болтает и в небо смотрит. Слон, говорит девочка, синий без ног. В небе плыл синий слон, а за ним еще два маленьких. Он их подогнул, сказала старуха. И за ним два слоненка. Видишь? Точно, кричала девочка. И на последнем мартышка. Держи. От мартышки улыбнулась она и протянула девочке банан. Время шло. На улицу старуха уже не выходила. Теперь она уже не вычеркивала людей в списке над кроватью, а просто сбоку рисовала облачки. На нем человек, которому пришло сообщение о смерти. Только веселого, как Дональд Дак. Так лучше. Улыбалась им старуха и плакала. Еще эти на облаках разговаривали между собой, а иногда и с ней. Забавно так, когда все разные, перебивая друг друга, как дети. А некоторые пели. И старуха подпевала. Поначалу она думала, что эти внутри ее головы говорят. А тут открыла форточку. А оттуда, как щебет птиц в роще весной, распахнула фрамуги. Смотрит, все небо в розовых облаках. И на них все ее мертвые сидят. И даже у тех, у которых здесь не сложилось, ну там семья, дети в ноги, розово-секи и битюки на коленях сидят, агукают. Там на облаке у них дом, полная чаша. Смех, толкотня, словно где-то пианино играет. Она аж зажмурилась, как на солнце полные глаза глянула. «Надь, ты чего застудишься? А вот и я к тебе». Открывает глаза, смотрит. У ее самого окна синий слон покачивается и вздыхает. А на слоне подруга ее стародавняя, Верка, что стикер ей подарила, сидит, улыбается. Раз и на пол рядом спрыгнула. Смеется, ветром пахнет. «Ты ж померла», — ухнула старуха. «Зато вот на слоне», — улыбается Верка. «На кухне прошли, и так до утра и проболтали. А утром она просыпается, на кухне пусто. Только окно в комнате нараспашку. Чего это я, дура, старая?» — вздохнула старуха и закрыла окно на задвижку. А в среду словно позвал кто. Встала с кровати, к окну подошла, а там облако у самого подоконника покачивает. Все в цветах, как луговина в июне. А за луговиной река и дом бревенчатый у реки, где она родилась, смотрит. Бабка ее, Антонина, дверь открывает. Теперь вон стоит на приступке, на нее смотрит, как против солнца смотрит. Щурица глаза ладонью прикрыла. Она по лугу к двери подошла, но прежде чем войти, наклонилась. Девочка-то хотела увидеть, что на скамейке тогда сидела. Да темно, ночь еще. «Надь, да долго мне тут на сквозняках-то стоять?» — улыбнулась бабка. «А и не узнать тебя. Давай, девка, заходи уже. Зябка». И она зашла. Субтитры создавал DimaTorzok